Паника в Армении — это происки Кремля. Армянское общество никак не может принять и согласиться с новой реальностью, с мирными инициативами Баку и Москвы. В Армении царят панические настроения. Да, по большому счету они укоренились в рай еще в конце 44-х дневной войны и по ее окончании. Регулярно меняются лишь поводы для новой истерики. На сей раз она была связана с появлением информации о возможной встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Ра Никола Пашиняна. Как передает АЗ, Эйзи со ссылкой на взгляд. Эйзи, кто ее распространил и каким содержанием наполнил данную новость, расскажу ниже. А пока констатирую, что в реальности такой встречи пока не планируется. На данный момент встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева пока не планируется, такое заявление опубликовал пресс-секретарь МИД Армении Ваган Унанян. Высказался на сей счет и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Если договоренность о проведении саммита РФ, Азербайджан, Армения будет достигнута, Кремль своевременно сообщит, заявил он. Официальный Баку, как видим, вообще никак не комментировал данную информацию. Но даже это обстоятельство не остановило армянских паникеров. Как по команде в целом ряде армянских СМИ вышли статьи с критикой в адрес РИА Новости. Мол, это оно распространило новость о данной встрече, которой пока, как выяснилось, не планируется. Напомню, что РИА Новости действительно опубликовала такое сообщение со ссылкой на свой источник, который поведал, что встреча якобы запланирована на первую декаду ноября. И в ходе нее руководители Азербайджана и Армении якобы планируют подписать документ, который будет касаться процесса делимитации и демаркации государственной границы между странами, а также ожидается принятие заявления о разблокировке транспортных коммуникаций в регионе. В армянских СМИ начали обвинять РИА Новости в том, что оно сознательно опубликовало данную новость. Мол, это был продуманный слив, целью которого было как раз оказание давления на Армению. При этом, в привычной для армянской стороны манипулятивной манере выпускается из виду, что ровно о том же написал армянский же ресурс Alic Media, причем также со ссылкой на надежные дипломатические источники. Причем, сообщение данного армянского СМИ не только не противоречило логике публикации РИА Новости, но и было было наполненным конкретикой. Говоря конкретнее, в сообщении Alic Media говорилось о том, что 9 ноября при посредничестве президента России Владимира Путина и Алиев Иэн Пашинян подпишут два документа. Первый документ касается делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном, в соответствии с которым Ереван и Баку признают границы и территориальную целостность друг друга, основываясь на картах Генерального штаба Министерства обороны СССР 1920-х годов, утверждала армянская СМИ, оно же подчеркивало закономерность недавнего заявления Путина на заседании дискуссионного клуба Валдай о необходимости заключения мирного соглашения на основе карт Генштаба России. Второй документ, по которому в результате недавней армяно-российско-азербайджанской встречи на уровне заместителей премьер-министра была достигнута почти окончательная договоренность, касается разблокировки коммуникаций в регионе, в частности деталей создания дорог-коридоров, в том числе установления сообщения между Азербайджаном и Нахиджованом, Нахчиваном, РЭД, утверждал ресурс Алик Мидиа. Стало быть, если уж и предъявлять к кому-то претензии по поводу публикации несоответствующей действительности информации, то к данному армянскому ресурсу. Но в РА, где давно и крепко обижены на Россию за то, что она не поддержала страну оккупанта в ходе 44-дневной войны, во всем ищут теперь происки Кремля. Правда, все это плавно перетекает в обвинения в адрес собственной власти. Вот и сейчас целый ряд различных армянских СМИ выступил со статьями, смысл которых сводится к тому, что встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Рапа Шиняна все же состоится. Вопрос только в том, когда это случится. В том, что по итогам данной встречи Армении вынуждена будет согласиться на все условия официального Баку, СМИ ранее сомневаются. Потому что уж слишком много было примеров того, как нынешняя армянская власть врала собственному народу. И понимание этого как раз и формирует истерично-панические настроения в РА.